Ребята, всем добрый день, с вами Влад, вы на канале VLG Games. Сегодня к нам в Zero City подъехало обновление. К нам подъехал кратер, то есть обновление к колоссам. В сборочном цехе вы можете в кратер перейти, также вы можете через атомное шоссе посетить кратер. Я уже начал там биться. К нам подъехало огромное количество предложений от администрации. Подъехало два новых колосса. Итак, начнем, наверное, с колоссов. Это Гидра и Атом. Автобот, точнее. Он фиолетовый. У нас так. Перейдем к самим колоссам. Вот этот авиабот. Он у нас, как я понял, танк. Да, он танк. Ветер. Отвечает за ветер. У него есть свои приколюшные способности. К примеру, при использовании основной способности 20% шанс увеличить свое здоровье на 1% на 3 секунды. Очень хорошая способность. То есть, это достаточно такой мощный танк. То есть, если вы еще не перешли на легендарных колоссов, вы сможете спокойно перейти, взять его, к примеру, из ящиков. Итак. Меня он не очень сильно интересует, если честно, потому что я уже давно в легендарных колоссах. Я уже полностью смог пройти атомное шоссе. Для этого мне понадобилось около почти 700 тысяч мощь отряда нашего в колоссах. Итак. Термический барьер. Это одна из его способностей. Раз в некоторое время окружает себя огненным барьером, который блокирует 10% физического урона на 4 секунды. Хорошая вещь. Очень похоже на авангарду. У авангарда тоже есть щиток. Когда щит заканчивается, он взрывается и наносит колоссам противника в небольшой области вокруг авиабота. Физический урон равный 1% от максимального здоровья авиаботом. Очень хорошо. То есть массовый урон идет танкам, которые рядом будут стоять. Колоссы противника за этот взрывом получают статус сгорения. Отлично. Как вы знаете, тут в основном на эти статусы идет акцент. Большой акцент причем. Атаки колосса с 10% шанса могут наложить на противника статус сгорения. Если колосс противника получит статус сгорения 3 раза, он получит физический урон равный 55% от атаки колосса, вызвавшего срабатывание эффекта. После этого статус снимается. Если колосс противника одновременно будет находиться под статусом напалм и яд, он и все колоссы в небольшом разусе получают физический урон равный 55% от атаки колосса, вызвавшего срабатывание эффекта. Прикольно. После этого статуса снимаются. Ну, это понятно. Как обычно. Хорошая фишка. Если колосс противника одновременно будет находиться под статусом горения и конденсат, он получит чистый урон равный 40% от атаки колосса. Могли бы и больше процентов поставить. Вызвавшего срабатывание эффекта. После этого статусы снимаются. Понятно. Когда авиабод получает 200 тысяч урона, он взрывается и наносит 7 противника в небольшой области. Вокруг него физический урон равный 25% от атаки колосса. Но если учесть, что это танк, то там урон будет так себе. Цель и спасительность получает статус горения. Ну, это хорошо. Покровительства у него нет. Гидра. Гидра очень мощный колосс, как я считаю. Но у нее есть огромный минус. Она падает только с сундуков. В кратере сундука вроде бы ребята тестировали. И не дропается она оттуда. То есть Гидру можно получить только с ящика за 500 крипты. Что не очень хорошо. Это называется Pay to Win. Что мне лично не очень нравится. Что сделала администрация. Могли бы просто добавить в ящик. Итак, посмотрим на ее возможности. Она у нас Стрелок. Ветер. И при использовании основной способности с 20% шансов Облачная Гидра снизит у ворот и крит противников на 2%. Ну, дебаф. Посмотрим на покровительства. Все, кто играет с легендарными колоссами, конечно же, интересуются покровительством. Оно дает дополнительный урон и защиту, к примеру. У разных колоссов разная. Итак, все бойцы противника загораются в начале боя. Круто. Горячим бойцам наносится 13200 химического урона. И их исцеление снижается на 35% в течение 3 секунд. Хорошо. Мало, конечно, химического урона, но вот снижение исцеления это всегда рабочая схема. Способность работает только в том случае, если облачная. Ну да, если она выбрана в виде покровителя. Окей. Ну, дебаф. Не знаю, насколько. Я, к примеру, его не буду использовать. Критический жар не то. Раз в некоторое время выпускает огненный фонтан, который наносит всем колоссам противника физический урон 50% от атаки колосса. И ослепляет всех колоссов противника на 4 секунды. Ослепленные колоссы промахиваются с 10% шансом. Цели и способности получают статус горения. Очень крутая способка. Очень. И выдаст огромный урон по чужим колоссам. И причем по всему отряду. Круто. Круто. Колоссальный пожар. Атаки колосса с 10% шансом дадут статус горения. Если колосс противника получит статус горения, 3 раза он получит физический урон равный 55% от атаки колосса, вызовавшего срабатывание эффекта. Хорошо. После этого статусы снимаются. Принято. Если колосс противника одновременно будет находиться под статусом напалм и яд, он и все колоссы в небольшом радиусе получат физический урон равный 55% от атаки колосса, вызовавшего этот эффект. Потом он будет сниматься, как всегда. Если горение и конденсат, то урон от 40%. Ну, стандартная такая вот фишечка. И у союзных воздушных колоссов дальнего боя увеличен урон на 10%. Ну, гидру надо использовать с птеродактилем. Он у нас летающий колосс. Вот этот вот. Вот этот летающий. Значит, у него на 10% будет больше урона. Хорошо. Отлично, я бы сказал. На этом все с нашими колоссами. Итак, перейдем к кратеру. Итак, как вы видите, у меня... Давайте я обновлю. Вот как выглядит кратер. Тут надо... Можно поставить рекламку. У нас заполнение энергии. Идет... У нас есть лиги. И тот, кто, к примеру, по миру. Кто я сейчас... По мощи я, конечно, не самый лучший. Но меня только что сместили буквально утром. Я был на 68-м месте или 78-м, не помню точно. Нахожусь я на данный момент в золото 5 лига. То есть за каждую лигу, чем мы выше поднимаемся, тем получаем больше красных метеоритов. Также есть и синенькие метеориты, заряженные метеориты, за счет которых мы можем в магазине покупать разные плюшки. Также в данной секции вас могут атаковать. То есть не только вы атакуете, это очень похоже на оранжерею, но параллельно, как вы атакуете, также вы можете и получить атаку от какого-то другого игрока. То есть чем выше вы по лиге, тем больше вас наверняка будут атаковать. Если там много будет игроков. За пребывание в лиге, за достижение вы получаете определенную награду и ежедельную награду, если вы тоже в той или иной лиге. Чем выше лига, конечно же, тем больше. Итак, перейдем к магазину. Что у нас тут в магазине? Мы получаем, оставим пока броньки и обвес в покое. У нас, опять же, можно купить клетки колосса, гены, мутации, митохондрии, мутаген можно купить, катализаторы и стабильные метеориты. То есть они за криптом. Итак, отдельно, значит, у нас теперь будет атомное шоссе, отдельно кратер. Итак, в кратере на данный момент у нас есть три вещи. Это броня и спалинский панцирь. Раз в некоторое время, когда здоровье союзного бойца опускается ниже 50%, хозяин брони связывает себя с этим бойцом и перенаправляет на себя 50% от урона, получаемое этим союзным бойцом. Также у хозяина брони и связанное с ним бойцами увеличивается входящее лечение на 75%. Все эффекты действуют в течение трех секунд. Мусорка. Коротко говоря, вообще неинтересная броня. Обвес для пистолетика. Раз в некоторое время, когда бойец наносит критический урон, урон бойца увеличивается на 25% на 5 секунд, максимум 4 эффекта. Отличная вещь. Как говорят ребята в Хастл Кастл, многие люди, кто использует пистолетчиков, используют именно этот обвес. Обвес хороший, крутой, но его стоимость просто абсолютно бешеная. То есть это 17 тысяч синих метеоритов заряженных и 5 красненьких метеоритов. И последняя броня. Товар закончился. Давайте я его купил уже. Я расскажу, что он удаёт. Так, вот он у меня этот химик в этой броньке. Раз в некоторое время, когда союзный боец получает отрицательный эффект, он накладывает восстановление на этого бойца и на хозяина костюма. С них снимается случайный отрицательный эффект, и они восстанавливают 150 тысяч здоровья. Также у них увеличивается урон на 50% и здоровье на 25 на 4 секунды. Можно сказать, что это в определённой степени альтернатива овердрайву. Но не снимает один случайный эффект, они все отрицательные эффекты. Но тут в чём плюс? Увеличивает здоровье на 25 и урон на 50. А в красном, давайте возьмём какого-нибудь химика, посмотрим, сколько он удаст. По крайней мере, я выбил. Мне очень нравится сама эта броня. Я буду вываривать фаервола. То есть это поднятие здоровья до 375 тысяч здоровья. А также у них увеличивается урон на 75 и здоровье на 35. Ну, я считаю, бронька очень-очень хорошая. Для 11-го командного центра самое то. Что касается также кратера, чтобы купить эти вещи, то есть, кроме как зарабатывать красненькие и синие метеориты. Такая синие метеориты начинаются с 5 за каждую победу. Потом идёт 7 и вот сейчас у меня 9. За победу в 5 боях подряд сначала вы будете получать 12 синеньких метеоритов, потом 17, и в золоте вы уже будете 22 этих камушка получать осенненьких. Что я могу сказать? Если сравнивать количество, какое стоит броня, то есть это 8370, и количество, которое вам даётся за одну победу, ну, я могу сказать, выбить что-либо безумно сложно. Вам придётся, опять же, донатить ради этого. То есть это или тратить крипту, к примеру, или же в предложениях ждать, когда придёт вам предложение, и закупать. То есть я взял предложения такие и смог купить эту броню. Иначе я просто не получалось, не получить её. Итак, также к нам подъехало огромное количество от администрации предложений. То есть это вот Гидра. Очень высокая цена на Гидру, если честно, это 79 лар. Я нахожусь на данный момент в Грузии, и она стоит у нас, если я переводить примерно на доллар, это около 30 баксов. Ну, 29 с хвостиком. Это много. Итак, посмотрим, что нам дают предложения. Это предложения брони и тесака. Если честно, я уже всё это просмотрел, и обратить внимание, можно на там один рюкзакчок для химика, очень интересно будет выглядеть. Я его вам отмечу. Итак, тесак мегалодона, зуб мегалодона. То есть восстановить себе здоровье шанс. Стандартно, у большей части тесаков, у всех, по-моему, тесаков такая фишка. Раз в некоторое время боясь наносит сокрушительный удар по цели своей атаки. Цель в способности взрывается и получает 75 тысяч химического урона. С 25% шансом два ближних бойца противника загорятся. Горячим бойцам наносится 75 тысяч химического урона. Их исцеление снижается на 65% в течение трёх секунд. Ну, средненько. Средненько. Незаморозкое, ну, не чистого урона. Раз в некоторое время, когда здоровье... То есть это... Испальнский панцирь у нас уже мы рассматривали. Проходная броня. Колоссальная линейка устройства. Раз в некоторое время, когда здоровье хозяина устройства опускается ниже 50%, он связывает себя со случайным противником энергетическим каналом. Связанный боец противника получает 25 урона вместо хозяина устройства в течение 5 секунд. Прикольная фишка. Если боец противника погибает во время действия связи, хозяин устройства восстанавливает 65% от максимального здоровья цели. Очень хорошая штука. Но я вот вижу чипы, это чисто химическая защита и 3 бронезащиты. Ну, очень плохие чипы. Браслет монстроузорный. С 30% шансом при нанесении урона атакой боец наносит дополнительный физический урон, равный 5% от максимального здоровья хозяина браслета всем бойцам противника в небольшом радиусе вокруг себя. Эффект срабатывает не чаще, чем раз в одну секунду. 5% это у нас, если мы возьмем, к примеру, что у нас миллион здоровья, это 50 тысяч урона каждый там 3 удара, но срабатывает не чаще одной секунды. Ну, такое себе. Причем, чипы, опять же, ну, ворот это еще окей, а критерину, кому ты поставишь критерину, там, охотникам никто уже практически не пользуется, да и вообще лучше чисто урон, чтобы было. Обвесы. Обвес для тесака. С 25% шансом при атаке боец совершает дополнительный удар, который наносит критический урон. Ну, такое себе. Лучшее уж понижение защиты. Обвес для брони необъятный. Вот броня это очень интересное. Когда погибает боец противника, физическая защита бойца увеличивается на 20% и здоровье на 20% на 6 секунд. Максимум 3 эффекта. То есть, в красном это будет еще лучше цифры. И могу сказать, что это обвес брони, он намного, не скажу что намного, но он лучше, чем стандартный обвес, который там за шанс 20% поднимает 40% здоровья. Зачем не 40%, а 50-60%. Поэтому, если вы можете купить, покупайте за крипту, кто в РФ, а кто в Европе, не знаю, вам придется, ребята, заплатить целых 30 баксов почти за это. Поехали дальше. Это пистолетик с шансом 40% атаки бойца проигнорирует 30% от защиты цели. Так себе. С 60% шансом атаки бойца нанесут, точнее, атаки бойца могут нанести цели дополнительно 80 тысяч физического урона. Цель атаки все бойцы в небольшом радиусе, вокруг нее подвергаются контузии и не могут использовать способности оружия в течение одной секунды. Если способность срабатывает, когда на цели уже есть запрет на применение способности, то вместо этого цель способности и все бойцы противника в небольшом радиусе вокруг нее получают 80 тысяч физического урона. Ну, такое себе, если честно. Исполистская чешуя, экипировка, стрелок, раз в некоторое время, когда здоровье бойца опускается ниже 20%, он меняется здоровьем с бойцом противника с наибольшим текущим здоровьем и накладывает паралич на этого бойца противника на полторы секунды. Он не может двигаться и получает на 50% больше урона. Слушай, прикольная штука. Для охотника вообще топчик, можно сказать. Интересно, что даст прототип, по-моему, там ребята говорили, что блокирование четырех любых атак, если честно, это против не очень много дает, четыре атаки это очень мало, но обмен здоровья с бойцом, у кого больше всего наиболее, текущего здоровья, это очень крутая фишка. Мне лично очень понравилось это. Если кто-то может выбить, то протестируйте на охотнике, он должен жить намного, намного лучше. Поехали дальше. Колоссальные весы. Раз некоторое время боец связывает себя с противником с наибольшим максимальным здоровьем. По-моему, это новая фишка, я как понимаю, связывание с противником. Ну, в этих предложениях им чисто вот эта фишка у устройств. Каждую секунду забирает себе один процент от максимального здоровья цели. Хорошо. Эффект действует в течение пяти секунд. Чем меньше здоровье у хозяина устройства, тем больше здоровья передается. Минимальное значение одна. Один процент максимально пять. Неплохо. В красном должно быть получше. Да и чипы тут повеселее, чем в прошлом устройстве. Браслет непомерный. Раз в некоторое время урон бойца увеличивается на 25 процентов от урона союзников в небольшом радиусе вокруг бойца. Для восьмого для восьмой казармы возможно это будет рабочая схема, потому что там два стрелка и если стрелку усадить это устройство, футбраслет точнее, и будет действовать не только на, к примеру, арахнидой или лазутчиком, но и на химиков хотя бы часть, если захватить небольшой радиус, то будет хорошая вещь. Если поджигателю или бурану дать с паровой, к примеру, должно быть достаточно интересно выглядеть это. Да и красным должно быть 35 процентов, это хорошая вещь. Итак, этот обвес мы уже рассматривали, он топчик, опять же 30 баксов, обвес для курточки тоже 30 баксов, раз в некоторое время ослепляет бойца противника, навешивая урон бойцу на полторы секунды, ослепленные бойцы промахиваются с 50 процентным шансом. Мусор. Да, сколько ж тут предложений разных, просто уйма, уйма. Колба, слюна великана, раз в некоторое время боец ворует 20 процентов максимального здоровья, точнее, просто 20 процентов максимального здоровья, у бойца противника с наибольшим максимальным здоровьем и передает его союзнику с наименьшим здоровьем на 3 секунды. Противника, у которого забрали здоровье, нельзя лечить в течение 3 секунд. То есть, могу сказать, что это круто, интересно, по крайней мере. То есть, это, если раньше у нас, как было, блокировалось лечение только спецсредствами, как видео о рыбалке, морфеи и так далее, то тут он забирает еще и здоровье у этого бойца на 3 секунды и блокирует ему лечение. Очень, очень интересная колба. По крайней мере, мне нравится. Если вы играете, вот, к примеру, 400-ю арену или 300-ю, и вы поставите танка-химика мира атома или мира фантома и с такой колбой, то должно быть самое то, чтобы блокировать здоровье, реген здоровья таким чувакам, как ликвидатор, арахнид, там, если у арахнида клонирование спецсредства или, к примеру, ликвидатор очень-очень-очень жирный. Вот, это да. костюм исполинская мембрана мне очень нравится, я ее выбил, топчик, тут 4 здоровья и 1 знание химии, у меня, по-моему, наоборот, у меня больше знаний химии, по-моему, минуточку, да, у меня 3 знания химии, 2 на здоровье, более сбалансированный вариант у меня, так, поехали дальше. Устройство колоссальный термометр, раз в некоторое время окружает себя и союзника с наименьшим здоровьим щитом, размер которого равен 175% от знания химии хозяина устройства, щит блокирует химический урон, то есть, существует в течение 3 секунды. очень похожее устройство было в рыбаке, очень похожее, там немного оно иначе работало, но смахивало такое же, вот, щит на себя и союзника, еще даже больше, и причем от знания химии оно работало, лично я за то устройство, которое было в рыбаке. Браслет сверхмассивный, каждый раз, когда реанимируется боец противника, он замораживается, это уже хорошо, в это время он не может двигаться и атаковать в течение 1 секунды, очень мало, было бы 2 хотя бы, уже можно было обсудить эту тему. Также на 1 секунду увеличивается время перезарядки экипировки и спецсредства, ну, да, я понимаю, что это для химика, но чипы, тут чисто химический урон, такое себе, а тут устройство, тут 4 знания химии, одно здоровье, тут 4 здоровья, одно знание химии у этой брони, не очень, чипы, если честно, в предложениях могли бы завести по-лучшему. Итак, обвес колбы, раз в некоторое время боец наносит химический урон, равный 175 процентов от знания химии бойца противника с наименьшим здоровьем. Когда в основном, ну, все мы используем реанимацию и вместо, на месте обвеса мы используем стазис. Когда погибает боец противника, время перезарядки способности брони уменьшается на 2 секунды. Ну, такое себе. Это не очень интересно, если честно. Заехали к нам еще походные наборы, то есть это у нас для стрелка, по-моему, или стрелка, или бойца ближнего боя. Сейчас посмотрим на опции, что дает. Раз в некоторое время боец электризует цель атаки. Каждый раз, когда наэлектризованный боец будет использовать способности, он будет оглушаться на 1 секунду, длительность 5 секунд. Ну, средненько. Средненько. Выживаемость не дает. Походный набор астероидный это явно химик, то есть это химический урон, знание химики, химии, защита химическая и здоровье. Я бы вместо химического урона броню бы добавил, вообще было бы хорошо. Хотя, да, вместо химического урона все же. Раз в некоторое время боец выстреливает снарядом случайного бойца противником, снаряд наносит 150 тысяч химического урона. Хорошо. Снаряд перескакивает на соседях, на соседних противников до трех раз. То есть, четырех бойцов он бьет, с 50% шансом удар снаряда оглушает бойца на 3 секунды. неплохо. Много оглушения будет. Вот это можно брать, думаю. Так, у нас, я как понимаю, этот набор повторяется. Тут вот стрелка. Как раз таки тот был на пеха. Это на стрелка. Раз в некоторое время снимает броню со случайного бойца противника. Он теряет 45% параметров защиты и не может использовать способности брони в течение трех секунд. Ну, неплохо. Конечно, сейва нету, но вот снимание брони это всегда хорошо. И тут опять же они уже повторяются. Тут подъехали еще и сущности. Много причем сущностей разных. Думаю, с обзором на вещи на данный момент все. Хочу анонсировать розыгрыш 250 крипты на 10 человек. Пишем свой ID, лайкаем видео, подписываемся и через 3-4 дня я разыграю крипту. Каждый победитель сможет получить по 250 крипты. Суммарно это 2500 крипты на 10 человек. На этом все. Всем большое спасибо за просмотр и всем пока-пока.